Мобильный избиратель. В 2017 году в России появился новый механизм, позволяющий исполнить свой гражданский долг не только по месту регистрации. Ушли в прошлое открепительные удостоверения. Теперь проголосовать на любом удобном для избирателя участке стало значительно проще. В связи с заменившимся законодательством у нас теперь отменены открепительные удостоверения. То есть если раньше, например, человек, который проживает в нашем районе, но зарегистрирован в другом месте, вынужден был возвращаться по месту своей регистрации, то есть ехать по месту своей регистрации, и потом только возвращаться обратно в наш район, соответственно, и голосовать. Теперь же порядок изменен. Теперь человек, непосредственно, который проживает в нашем районе, он может, и при этом не зарегистрировал, он может спокойно проголосовать. Для этого ему нужно сделать всего лишь одну вещь – подать заявление. Такие заявления можно подать в МФЦ, территориальную или участковую избирательные комиссии. Члены участковой избирательной комиссии, территориальные избирательные и, соответственно, сотрудники МФЦ сами заполняют за него заявление, пишут тот номер, куда человек и может пойти проголосовать. До главного политического события этого года, выборов президента Российской Федерации, осталось чуть больше полутора месяцев информировать избирателей о новых возможностях, связанных с изменениями законодательства, планируют действительно активно. В рамках проекта «Мобильный избиратель» введена новая практика. Члены участковых избирательных комиссий и сотрудники МФЦ должны буквально достучаться до каждого жителя, провести обход как многоквартирных домов, так и частного сектора. Информировать наших избирателей о предстоящих выборах, о новой системе голосования, то есть как раз о мобильном избирателе, ответ на вопросы, о информировании, как происходит голосование на дому. Ведь мы знаем, что у нас много людей с ограниченными возможностями, которые не могут прийти в день выборов на участке, или люди, которые заболеют, они также получат информацию, как будет проходить голосование на дому. Так что, если увидите на своем пороге членов избирательной комиссии или сотрудников МФЦ, не стоит удивляться или пугаться, разве что вспомнить о том, что отдать свой голос в день выборов – гражданский долг каждого. Обходы продлятся с 12 февраля по 5 марта, подать заявление о голосовании на любом удобном для вас участке можно до 12 марта.